Исклеймер. Все сказанное на YouTube-канале Гиперборей является личным мнением автора и ведущего Вадима Борейко, а также личным мнением приглашенных спикеров. Общий привет! До стар! Сореваться с дерьми! С вами я, Вадим Борейко и канал Гиперборей. Я нахожусь в казахстанском пресс-клубе и сегодня здесь пройдет пресс-конференция представителей Народной партии Казахстана с интригующим названием. Требования членов партии о созыве внеочередного съезда НПК и отставке председателя партии Ертезбаева Ермухаммеда Кабединовича. Сначала немного о нашем герое. Ертезбаев в каких только партиях не состоял. И в КПСС, и в социалистической, и в Нур-Отане. И каких только постов при Назарбаеве не занимал. Самый известный это министр культуры и информации и советник президента по политическим вопросам, где он получил прозвище Соловей Назарбаева или Соловей Президента. В 2013 году его отправили послом в Грузию. Через 4 года переместили посланником в Беларусь. В августе 2019 года Токаев с этой должности его снял, причем за 3 месяца до пенсии. А новый не дал. В информационном поле новых времен Ертезбаев появился весной 2022 года. 15 марта, через 20 дней после начала войны в Украине, в российских известиях появился его комментарий. Цитирую. Причем не только в Казахстане, а по всему постсоветскому пространству. И то, что происходит, это для нас такая страшная психологически-душевная травма. Но во всем виноват Запад. Этот англосаксонский мир с его двойными стандартами. С его постоянным науськиванием постсоветских республик против России с расширением НАТО. И вот это когда-то должно было выстрелить. И оно выстрелило, к сожалению. А Путин думает о национальной безопасности России и своего народа. Казахи вместе с русскими и украинцами 80 лет назад отстояли Москву, Советский Союз. Это нас должно связывать. Это наша общая история. Говорит Ерумахамид Ертезбаев. Эксперт категорически против предложения выхода Казахстана из ЕАЭС и других союзов. Конец цитаты. А через пару недель, 28 марта, Ертезбаев внезапно стал новым председателем Народной партии Казахстана. Через год в марте 23-го в Казахстане прошли выборы в Можилис. И Народная партия получила пять мандатов в Нижней палате парламента. Однако Ертезбаев по не очень понятным причинам заседать в Можилисе не стал. А вместо этого раскручила свой ютуб-канал Ертезбаев Лайв, зарегистрированный 30 мая 2020 года. В центре внимания эта площадка оказалась 25 декабря 2023 года, когда на канале выступил отец Бешенбаева Варихан Казыкеевич в защиту своего сына. Общественное мнение почти сразу отнесло к защитникам Хуандыга Бешенбаева и самого Ертезбаева. Автор канала всячески отбивался от этих нападок. Говорил, что дал ролик Бешенбаева-старшего по соображениям объективности. Однако невольно подтвердил сложившуюся репутацию, когда появился в апреле в квартире родителей Бешенбаева в Астане в компании российской блогерши Натальи Грейс. Причем она была в кроссовках, а он в одних носках. Имеете все это отношение к бунту внутри партии мы сейчас узнаем. А пока подпишитесь на канал Гиперборей. Если вы еще не успели этого сделать, нажимайте на колокольчик. Будете всегда получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. Я всегда благодарю вас за поддержку нашего канала. Копка про Ахмет. Огромное всем спасибо. Песбергемез. Мы делаем Гиперборей вместе. Донат послать очень просто через QR-код в углу вашего монитора, а также на номер телефона и номера банковских карт Халыки Каспий Голд. Зарубежные подписчики нас поддерживают по системе перевода PayPal. Все ссылки, номера, реквизиты вы найдете внизу под этим роликом. Пожалуйста, делайте приписку. Донат в дар или благотворительность. А потенциальных рекламодателей я призываю писать мне на электронную почту. Ее адрес вы видите на экране. Начинаем. Уважаемые члены Народной партии Казахстана, уважаемые журналисты. Мы выразили создать пресс-конференцию, чтобы донести до вас и всех граждан Казахстана ситуацию внутри партии. Прежде хочу сказать главное об антипартийной деятельности председателя партии Мухаммеда Евтесбаева и первого заместителя Мираса Аукенова. Начиная с 2022 года, пока я ездил по стране в качестве советника и находил новые кадры для руководства областными филиалами, в партии происходило многое. Например, летом и осенью 2022 года меняли состав избирательных комиссий во всех регионах. И тогда председатели филиалов звонили мне, уже новые представители филиалов и старые, и говорили, что им приносят такими-то пустые листы, где надо поставить партийную печать. Там должны были быть представители НПК в составе комиссии. А фактически там были не наши люди, а они, как и матов своих людей, вписали, не знаю, как только. Наши председатели филиалов, это себя отрядом люди, они отказывались это делать, но в результате кончилось тем, что их вынудили это сделать. И когда я вернулся в Астану, то у нас на эту тему уже тогда произошел первый конфликт. Как можно, если мы в составе избирательных комиссий не будем иметь своих людей, как мы будем гарантировать на будущих выборах в Маслихарте, в Мажорист, чистоту подсчета выборов и так далее, отставить интересы партии, если это будет эффективный член НПК в системе. Ну, Старый Казахстан действовал по своей привычной схеме, и, к сожалению, наш председатель не поддался к этому давлению. И более того, когда он сказал, что именно он является учредителем партии, если его будут убирать, то он продав партию за 6 миллионов долларов. Откуда цифру взял, какие-то другие факты приводил с партиями, но это другая. Во время выборов в Мажорист, зимой 2023 года, действия Циспаева доставили много проблем партии. Во время интервью Гуржан Иргаливи на канале Медиа, он сказал, что он никогда не отречется от Назарбаева. И нам, это вообще большое возмущение в народе, в нашей партийной среде, и во время предвыборной агитационной кампании. Я по-прежнему считаю Назарбаева выдающимся государственным политическим деятелем, первым президентом. Он был политическим мастодонтом. При нем Казахстан впервые за долгие столетия гордо поднял голову. В короткое время мы стали авторитетным государственным на международной арене. В 7 раз ВВП на душу населения был увеличен. И когда, помните, Назарбаев однажды сказал, никогда так казахи не жили хорошо, как он имел в виду, что впервые за долгое время мы получили свободу передвижения, свободу слова, рыночную экономику, новые сферы жизнедеятельности. Вот посмотрите нашу казахстанскую молодежь. Во всех сферах творчества они рулят на всом постсоветском пространстве. Это одно из главных тоже достижений нового, современного Казахстана. Поэтому в деятельности Назарбаева у меня, знаете, подход такой же, как в Китае по отношению к Мао Цзэду. Но я считаю, в деятельности Назарбаева 70% было положительного, 30% отрицательного. И вымазывать все черным дегтем, грязью мы не должны идти по пути России и русских, которые Ленина, Сталина, Горбачева, Хрущева, Брежнева, теперь Путина всех оплевали с ног до головы. Я считаю, что мы должны идти по другому пути. Я ездил в 11 областях, я объездил, и везде мне приходилось оправдываться, почему так говорит, это ваш председатель, вы разве до сих пор продолжаете поддерживать Назарбаева и Старо-Казахстан. Понятно, что было много факторов, но один из факторов, я думаю, это сама личная репутация ФСПаева, которую в народе называют Соловей Назарбаев. И когда я с ним об этом говорю, он спокойно об этом как бы говорил, да, я такой. Есть и другие факты антипартийной деятельности ФСПаева. Например, место развития партии, регистрация районных филиалов партии, он с подачей заместителя, Мираса Укена, вот это был руководитель аппарата, потом стал заместителем председателя партии, отказывался от этого. Хотя у нас были варианты, когда люди говорили, да-да, без зарплаты, без ничего, мы готовы создать районный филиал, зарегистрировать, им нужна была корочка. Видите? Но, к сожалению, мои многочисленные споры на эту тему в руководстве партии не возымели действия, и вместо того, чтобы регистрируть районные филиалы, началось сокращение штатов. И вот здесь люди повыше скажут, председатели, как их вместо укрепления сократили. Более того, он однажды мне сказал, если мы так активно будем работать, то там наверху подумают, что мы серьезно хотим победить. Это вообще слова повергли меня в шок. После выбора 2023 года, я-то исправил, запретил мне ездить по южным и западным регионам, сказал, что это бесполезно, мы партия русскоговорящих граждан, нам хватает севера. Ну, мы пришлось опять из-за этого спорить. В принципе, потому и распределили меня, вот что я Атерау, Ахтау и весь южный регион, по-казахски говоришь, значит, давай, ладно, ты езжай. Потому что, как мы можем назвать народной партии, если мы будем продолжать, то только там несколько областей, русскоговорящих. Это неправильно. Давайте мы будем работать по всему Казахстану. И сколько другие люди подключатся к нам, раз мы народной партии. Хочу, вообще это неправильно, когда партия определяет по языковому признаку. Партия определяет по идеологии, по платформе, а не по таким моментам. Но самым большим, больным вопросом является финансирование партии. К сожалению, наши финансы состоят из двух. Это мы парламентская партия, мы получаем государственное финансирование. И у нас есть бюджетный фонд, где подбывают деньги спонсоров. К сожалению, уже позже, это я сразу не узнал, это позже я узнаю, что из партийных денег на оборудование, закупка оборудования, ушло 250 тысяч долларов. А на YouTube-канал работает больше 20 человек, на 23, 26, там количество меняется, ну, больше 20 человек. И фонд заработной платности расставил 50 тысяч долларов. Это в тенге примерно 23 миллиона тенге. Получается, вместе с арендой этой студии, которая на верхнем этаже Казмине находится в Астане, 2 миллиона тенге примерно, это 25 миллионов в месяц, 300 миллионов в год. Тенге партийных денег уходит на то, чтобы содержать личный канал Яфтиспайфлайф. В то время, когда партийный YouTube-канал у нас существует, он держится всего на несколько человек. Более того, в течение 22-го года мы очень активно работали, прям до выборов, да, активно работали, и там были талантливы казахи-язычные журналисты. И когда мы общались, да, дай причин моего убирания, я вас говорит, а почему ты свой YouTube-канал ведешь? Я же веду свой YouTube-канал. А я говорю, ну, это здорово, и вы, я, и все филиалы, все вы говорите, это же пропаганда, китайцы, политическая борьба. Вместо этого он говорит, нет, я, говорит, должна, все остальные не должны говорить. Ты не понимаешь, ты еще не зрелый. В этот же момент сотрудники филиалов областных не могут ездить по командировке. Им говорят, денег нет, на бензин денег нет, все остальное. И зачастую мероприятия, они приходятся, едят они за свой счет, бензин иногда дают, иногда не дают. При этом приходится не тратить свои деньги на проведение мероприятий. Более того, зимой разгорелся скандал вокруг убийства Салтана Мукеновой. я давал интервью на зону кедрит лили гликовой и когда она не спросила про позиции бюджет парень все остальное говорю вообще-то убийца должен сидеть в тюрьме и говорит по поводу закона при зоне виновности но мы понятие понятно что есть убийца что есть жертва труп есть соответственно убийца должен сидеть в тюрьме и вот когда он меня решил снять должности он сказал ты выступил против меня вся партия поддерживает меня а ты выступаешь против мнения партии как так все закону на что он сказал мне сам до этого нового года нового года говорил лично потом это он повторял что бешимба я очень не виноват салтанат была пьяная упала головой будет от поэт умерла и вообще у него был панкреатин от выпитого вина у нее произошло отравление я говорю чем бред несет хорошо что никто не знает об этом это были начали веряло тогда еще ютубе об этом не выступал публично это потом он стал публично выступать и защищать бешимба естественно вы на эту тему несколько ну как-то не то что поругались сильно поспорить и каждый раз этот разговор что нет ты не смеет мне указать я председатель партии наносит ущерб партии нам просто стыдно очередной раз люди стали хейтить на говорить что это ваш председатель защищать бешимба это полностью наносит ущерб репутации партии так вот 19 марта 24 года на заседание бюро партии меня решили освободить от занимаемой должности написали на меня какие-то там клялзе помощник прицать написал заместить писать лаукенов написал я говорю дайте почитать как нет ни там письма написано мое имя игру меня сказать на основании писем и меня хотите снять тоже заместителя короче ты там окажется подговаривал против меня почитать дайте нет не да ну и там счетки и другие моменты были ответственно я эти вещи могут доказать тиктофонной записи в итоге проголосовал к все я тороплюсь меня там где-то ждут и ушел даже не дав возможность мне ответ на как бы ну почти что и не ответил на все исключительный компетентный съезда а то есть на целый список и брали руководящих органов соответственно мое снятие должности она не на год меня может снять только съезд у меня есть требования первое создавать съезд народной партии казахстана делегатов на сердце избрать не только от областных филиалов и городов республика значения но и всех крупных первич партии организации заслушать финансовый отчет ревизионной комиссии вашу часть отчет председателя партии и выступление всех угодить областных филиалов а также руководить социальных групп всех авторитет членов партии поставить вопрос о переизбрании представителя партии найти партийную деятельность и неправильное распоряжение партийными деньгами на основании устава партии переизбрать состав полисовета и бюро партии там должны быть нормальные достойные авторитетные люди они помощники и заветники я в общем-то по поручению своих однопартийцев к устанайской области старших товарищей мы проработали вот обращение асхат зимулаевича который был в фейсбуке и составили с юристом обращение отправили в миню с просьбой дать разъяснение по следующим вопросам имеет ли право политический совет или бюро нпк принимать решение по вопросам которые относятся к исключительно компетенции съезда в том числе по вопросам избирания руководящих органов партии имеет ли право политический совет нпк избирать из своих членов председателей партии и его заместителей если они не были избраны в политический совет нпк съездом партии в случае дублирования вопросов которые относятся к исключительно компетенции съезда партии и полномочиями политического совета НПК, чье решение обладает приюдицией. Итак, мы вот сейчас уже из-за рассказа знаем о том, что согласно уставу НПК кадровый вопрос руководства партии является исключительной компетенцией съезда партии. Хочу задать конкретные вопросы всем членам НПК, не дожидаясь ответа Министерства юстиции РК. Первое. Насколько легитимен председатель НПК Ертезбаев Ермухаммед Кобеденович? Кооптированы члены политического совета на заседание 7-го внеочередного политического совета от 28.03.2022 года. И на том же заседании избранным председателем партии, если кадровый вопрос является исключительной компетенцией съезда. Это касается и полномочий заместителей председателя партии Сайфулина и Ошакбаева, которые также были кооптированы в члены политсовета и избранные заместителем председателя партии в тот же день. Второе. Согласно документам НПК, с момента вступления Ертезбаева на пост председателя, ни на одном из последующих съездов партии его кандидатура не предлагалась для избрания председателя партии. Соответственно, знаете ли, что все это время Ертезбаев называл себя председателем партии, получается, незаконно. И все его последующие действия, включая распоряжение финансовое, финансовыми партии, то есть является, по сути, наверное, незаконным. Третье. С учетом вышесказанного, насколько законно освобождение от занимаемой должности заместителя председателя партии Асалбекова, АЗ, на заседание внеочередного бюро НПК от 19.03.24, если только съезд имеет право принимать решение кадровое. Ну вот я по приезду сюда, приехал я вчера, мы познакомились с коллегами, и вот я тут узнал, что, оказывается, вот председателя Алматинской организации, председателя Мангисталовской организации, то же самое фактически убрали по однотипному варианту. То есть идет фактически расправа с людьми, с коллегами, однопартийцами, ну что вообще считаю недопустимо. Поэтому думаю, что законность вообще смены руководителя должен решать съезд, который необходимо созвать. Вот теперь, вот мы там с коллегами проработали вопрос к съезду будущему, на котором должны мы рассмотреть в первую очередь. Это структурирование вообще работы между центром и областными организациями. То есть это по сути сейчас существует система как ТО, и в ТО сидит директор, он берет своим приказом, увольняет или принимает на работу. То есть прямой нарушается устав партии. Я сам рядовой член партии, ну по жизни, как вы видите, я уже взрослый человек. Я хочу обратиться ко всем руководителям областей, прекратите, слушайте, заниматься анахронизмом, увольнением там или преследованием. Центральный аппарат, он должен прекратить эти вещи делать. Должен быть диалог. Ермахомед Кабиденович, ну взрослый человек, он мне во многих вопросах импонирует. Если, допустим, существует у них там с замом какой-то произошел конфликт, ведь он как старший человек, он должен был позвать его. И если он действительно такой культурой высокий человек, он должен был сесть и сказать, слушай, дорогой, вот давай разберемся, в чем ты прав, в чем я прав. Это же должен быть какой-то диалог вести, слушайте. Мне кажется, он застыл как-то во времени, то есть в старом Казахстане. Он ее декларирует, что он в новом Казахстане, а остался там, по-моему. Я просто хочу сказать. Поэтому, значит, надо уходить от таких личностных претензий друг к другу, переходить в наступательные полемики. Обсуждение сегодняшней коммуникации это позволяет. И обсудить все эти вопросы общие между членами партии, сделать выводы. Не замыкать все эти вопросы, все функции на одном лице. И не надо, значит, из человека, простого человека, сделать великого. Человек не может быть великим. Он выдающийся, талантливый. Он организатор может быть. Но великий, всемогущий, только всемогущий велик. Мы все остальные рождены одними правами. Следовательно, мы все, каждый имеем право поставить вопрос, чтобы этот вопрос обсуждался. По крайней мере, члены партии должны обсуждать вопросы в наступательной полемике. И отсюда делать выводы и найти правильные пути дальнейшего развития нашей партии. В Казахстане всего 7 зарегистрированных партий. Мы вам уже рассказывали о расколе в экологической партии Байтак. Байтак, теперь вот раздрай в народной партии Казахстана. Ну, хоть бы они все раскололись, по большому счету, ни одной из них я не сочувствую, потому что все это клоны Нуратана. Это прокси-партии, которая изобрела Аккорда. И то, что я пришел сегодня на пресс-конференцию, совсем не означает, что я сочувствую этой партии. Ни разу меня больше интересовала фигура Ермухамеда Ертезбаева, который, очевидно, своим заступничеством за Бешимбаева и увлечением YouTube-блогерства нашел себе на одно место приключений. Посмотрим за развитием событий. Подписывайтесь на канал. Кто еще не успел этого сделать, нажимайте на колокольчик. Будете всегда получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. И я всегда благодарю вас за поддержку нашего канала. Коп-коп, Рахмет, огромное всем спасибо. Вы с Бургемиз, мы делаем гипербореи вместе. Проще всего послать донат через QR-код в углу вашего монитора, а также на номер телефона и номера банковской карт Халлик и Каспий Голд. Зарубежные подписчики нас поддерживают по системе переводов PayPal. Все ссылки, номера и реквизиты вы найдете внизу в описании к этому ролику. Пожалуйста, делайте приписку. Донат в дар или благотворительность. Ну, а я с вами на этом ненадолго прощаюсь. Сауболом с дар. А ну давай, давай, скорей Оцени новый выпуск на гипербореи Грей, 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 гипербореи Грей, грей, грей Это супер! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!